Пульс Радио В течение 20 ближайших лет Йошкар-Ола может практически не беспокоиться о своем чистом будущем. В уходящем году в столице приняли генеральную схему санитарной очистки. В частности, этот документ предусматривает заблаговременное распределение средств на реализацию основных положений генеральной схемы. Борьба с мусором обойдется бюджету в 1,6 млрд рублей. Вопросами о том, вступила ли в действие генеральная схема санитарной очистки Йошкар-Олы, или мы по-прежнему живем в старой реальности, и сколько еще она продлится, заинтересовалась наша съемочная группа. Генеральная схема санитарной очистки Йошкар-Олы появилась впервые за всю историю существования города. Ответ на вопрос, а что она может изменить, заодно и пояснит смысл принятого сначала горожанами на публичных слушаниях, а затем и муниципалитетам на сессии городского собрания документа. Генеральная схема определяет производственную мощность города, сколько тонн мусора в день, год, за 20 лет произведет Йошкар-Ола. Дальнейшие расчеты помогают спланировать размещение полигонов по утилизации отходов. У них есть свой нормативный срок эксплуатации, после которого полигон должен быть закрыт. Это время не за горами и для Йошкар-Олы. По уточненным данным, через 5-7 лет большая свалка в Кучках исчерпает свой ресурс. Что предлагает разработчик региональной схемы? Он предлагает межмуниципальный полигон именно для города Йошкар-Олы, чтобы он размещался в том же месте, где сейчас у нас находится свалка поселка Кучки, беременные Кучки. То есть, чтобы не занимать дополнительные территории, чтобы часть территорий пустить под рекультивацию, то, что мы уже отработали, а часть территорий там же еще доотвести. Мы видим пример решения проблемы уже на основании разработанной генеральной схемы. Однако это событие произойдет не сейчас. А какие намечаются первые шаги по реализации в жизни схемы санитарной очистки Шкар-Олы? Первые шаги, которые предполагается предпринять, это в первую очередь заключение договоров с индивидуальным жилым сектором, то есть с нашими частными лицами. В обязательном порядке будут рассматриваться вопросы, у нас сейчас очень для нас актуальны, это исключение или не исключение мусоропроводов в многоэтажных жилых домах и, соответственно, размещение контейнерных площадок. То есть плотность застройки в городе такова, что порой разместить контейнерную площадку просто-напросто на это нет места. И вот самый первый шаг – заключение договоров на вывоз бытовых отходов с улиц частного жилого сектора. В этом смысле генеральная схема уже действует в поселке Семеновка, где жители таких домов берут деньги за вывоз мусора. Финансовая составляющая позволит как-то более четко определиться с параметрами вывоза и уж совершенно точно сделать этот вид услуг рентабельным, а частные жилые кварталы более чистыми. Сейчас у нас по графику просто-напросто ездит машина, и мы два раза в две недели собираем отходы от индивидуального жилья. Было принято решение, что не всегда машина, то есть устраивает график выезда этой машины, было принято решение и закуплено 22 бункер-накопителя для установки этих бункер-накопителей по графику по определенному в этом индивидуальном жилье. Вы знаете, народ не всегда понимает. То есть иногда проще есть свалка, нежели стоит бункер-накопитель. То есть иногда наоборот. И вот чтобы вот этого не было, и чтобы все были в равном положении, однозначно все пойдет через заключение договоров на вывоз бытовых отходов. Утвержденная и уже, как мы поняли, реализуемая генеральная схема за начистки вообще-то не является неизменяемым документом. С учетом реалии дня, скажем, 2020 года, вполне вероятно, могут быть скорректированы различные ее положения. Одними из главных влияющих факторов будут темпы роста численности жителей Ишкаралы. Блиц-ФМ 105,5 Оранжевая зима В эфире Блиц-ФМ с 16 декабря Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова